здравствуйте калашников против вест в эфире давно я думал об эксперименте скажем так нахожусь в состоянии раздумий там от тем нужен он или не нужен мы сейчас говорим о упорном башмаке но сразу хочу всех охладить не для всей системы только для карты плюс чтобы не было заблуждение если сразу полетов мысль объясним почему сразу такой конструкции башмак он не даст нам полноценно работать на измерительной шине значит у нас как вы видите есть возможность его использовать в крайнем случае случае надобности на шине вместе со всей системой и у нас есть возможность использовать его по прямому назначению в связке с упорами плюс только упор и плюс у нас тоже да вот я показывал видео будем допускать что они тоже регулируем проблема проблема угла 90 сразу если вы его будете допустим по горизонту использовать то здесь люфт достаточный для того чтобы в конце лезвия выпрыгнуло 3 миллиметра три с половиной как панацея ну как как лечение на скидку вот здесь и здесь винтики m5 для того чтобы с одной стороны лезвие выбирать у лезвия люфт но это не очень хорошее решение это опять мы приходим к долгим настройкам хотя тут может быть и ну как-то и оправданно было я бы например может быть что такое только не по отношению к лезвию а в эту сторону если мы используем чтобы это был какой-то зажим такой эксцентриков возможно который бы выбирал люфт да то есть мы передвинули изменив таким образом дистанцию вот упорного башмака до ближайшего отверстия здесь ход данном случае более 16 миллиметров то есть по лезвию да в таком в отжатом состоянии мы спокойно его как 3 или 4 или 5 или какой-то там или 2 лезвия можем использовать на шине но только в глубине по краю мы работать не можем рядом еще с одной картой мне тоже работать нормально не сможем надо учитывать естественно если мы допустим вообще ну хотя бы теоретически рассмотрим в плане экспериментов а сейчас это повторюсь эксперимент никакого отношения к минску он не имеет это имеет отношение к причудам калашникова и все больше ни к кому это не имеет отношения просто была тема я решил посмотреть что из этого может получиться так ради того чтобы хотя бы мне никто не что вот подымали тему а никому не было нужно потому что очень много обвинений в том что значит вот никто ничего не слушает никому ничего не надо я не согласен ну вот просто мы иногда все в том числе я да как маленькие дети нам сразу надо результат причем шикарный вот а так не бывает вот мы зафиксировали да упорный башмак и с обратной стороны у нас винты но я это делал с полис без пылесосов фестовская машинка естественно качество плохое получилось с пылесосом за две минуты я почти час возился без пылесоса потому что пылесос на работе оставил но зажимает то он эффективно тут ничего не скажешь очень хорошо тянет ну то есть вот чем машина очень хорошо если допустить да что у нас проблема выборки люфта не существует но еще одно скидку лезвие для l600 можно просто с обеих сторон по 2 миллиметра или поскольку там ну на определенный размер фиксирован поскольку полоса у нас может плавать пределах там здесь но каких-то значений десятки да то здесь вот эту часть которая будет внутри башмака погружаться естественно ее можно просто фрезернуть в определенный размер и тогда очень очень плотно но это я даже не знаю на чем это можно сделать так что она просто ходила очень плотно внутри как по такому же принципу как у нас ходит здесь на шине да но тогда мы могли бы использовать его даже просто уперев допустим по координатам здесь по вертикали мы начали сверлить даже 37 здесь упор выставили в данном случае допустим 37 будет да что это такое ну пусть ответные планки берем и ударили вернее не только ответные планки а стартовая для направляющих систем да значит у нас здесь нумерация но но на новую лезвие мы ударили первое стартовое отверстие башмак убираем да это долго ну скажем для тех у кого нет денег кто согласен чуть повозиться ну как нет денег давайте демократично говорить стеснены в средствах на всякий случай да мы разворачиваем то же самое совмещаем и бьем наши направляющие дальше то есть на любой точке тогда мы можем по оси здесь уже нам будет очень важно система 32 имею ввиду по вертикальному и заложим тогда мы можем там где-то что-то с рулеткой но если лезвие 600 то это по время 1100 миллиметров у нас с одной шиной плюс покрытие идет здесь мы ту же систему 32 можем спокойно запустить и даже в полном виде не так как у нас сегодня 37 32 а на самом деле там толщина плиты но по формуле по-настоящему тогда можем уже себе это позволить мы отпустили как видите такой ключик очень удобен чем нам нужно выставили но сразу напрашивается очень много вопросов какая-то шкафа здесь да хотя бы несколько сантиметров должна быть по которой эту всю музыку двигать вверх-вниз то есть вопросов больше чем ответов вот я обращаюсь даже к тем людям которые предлагают я очень рад что предлагаете но всегда надо помнить что любые какие-то технические решения не сразу порождают массу вопросов как будем здесь поступать как будем здесь как будем здесь как сделать так эффективно чтобы это действительно 90 эти давала потому что никто же не думает потом о вопросах потребителей пишет а давайте вот так сделаем а давайте вот так сделаем на почему бы вот так не сделать но потом эти же люди допустим через время получив давно мы в идеале значит представляем что такое случилось есть предложение вы взяли да исполнили прямо через два дня на рынок выкинули потом эти же люди берут это все в руки а поскольку она сырой недоработанной вообще не было проведено никаких тестов это реально что-то даст или это лишний лишние движение абсолютное которое никаких плюсов то есть или плюсы перекрывают таким количеством минусов что лучше там не не заниматься то есть ну вот я вот это пер начала экспериментов по сдвижному башмаку повторюсь ход у него не может быть очень большой но он и не нужен очень большой как бы теоретически мы сейчас имеем до возможность работать и ношение и отдельно совершенно карта вообще если у нас даже если вы помните на моё предложение перед этим да о том что у нас регулируемый упор и плюс если мы допускаем что карта плюс у нас фантазируем на будущее да с упорами плюс регулируемыми то есть от 0 до 37 мы можем отрегулировать это все наши толщины будут вот и все остальные там стяжки вся фурнитура которая только может попасть от 0 до 37 попадут все без исключения любого производителя то же самое здесь если мы по горизонту смотрим что мы могли бы что-то перестроить чем удобно вот этот ключик конечно что мне не нужно никуда целиться он сразу попадает туда куда ему и мы поставили но опять же еще раз говорю перестройка должна быть простая очень простая если у нас не будет простой перестройки здесь ясного ответа как мы регулируем угол если угол оставить в покое и не использовать карту плюс по горизонту внутри стойки да это посередине там а просто использовать возможность регулировки то даже в таком виде с лифтами ничего страшного люфта он в любом случае то есть вот здесь он это расстояние которое мы выставим она все равно повторится на деталях и то погрешность в угле 90 она будет полностью нивелирована потому что у нас упорная плоскость будет здесь эти то есть на самом деле мы на здесь точный размер выставили двумя упорами плюс а здесь мы просто отрегулировали отверху то есть в базовом исполнении это 37 до первого отверстия а потом мы можем как-то и по-другому сыграть ну да ну тут я же говорю требует тестов для чего мы собственно это делаем ну что мы хотим от этого это из этого получить мне будет интересно ваши соображения и вот именно тех кто занимается мебелью это даст вам что-нибудь или не даст давайте вот когда предложение мы очень довольно активно допишем а почему бы там не уменьшить а там не прилепить а там не приварить ну вот а там вообще по-другому сделать вот я в материале специально для вас изготовил такой момент такой вот рабочий макет или экспериментальный образец как говорит андрей я думаю это не столь важно и вот давайте его создать просто вот зарядка для хвоста если есть у кого-то желание повторюсь самое главное простота если мы утратим простоту нам не зачем этим заниматься в таком виде если закрыть глаза на люфт который не дает возможность 90 градусов угол здесь лезвие да по отношению к этой плоскости то может быть почему нет только сама сложность формы может останавливать до такого башмака и естественно желательно уже если что эту стрелочку все-таки сместить с обеих сторон чтобы было окно и стрелочку сместить чтобы мы могли все-таки внутри шины в определенных случаях использовать спокойно эту карту то есть тут вопрос в эфир вот я его ставлю сообразно тому вот всем вашим вопросам и предложениям очень не хочу услышать что вы об этом думаете